В СМИ, что является основанием... Казахстанская коалиция по вопросам безопасности правозащитников и гражданских активистов огласила результаты мониторинга. Десятки волонтеров на деньги посольства США почти год отслеживали нарушения прав представителей гражданского сектора и пришли к неутешительному выводу. Правозащитников, активистов и религиозных деятелей продолжают пугать, заслуживать, а также преследовать по политическим мотивам. Здесь лидируют общественные деятели, 117 человек, и далее следуют журналисты, 110 человек. Это тоже определенный показатель, потому что если свобода слова и свобода мирных собраний нарушается, то в принципе мы можем констатировать, что властям следует принимать меры в этом направлении по соблюдению гражданских и политических прав свободы. Гражданский активист из Джисказгана Берик Жагипаров привел типичный пример реакции чиновников на гражданскую активность людей. По его словам, чтобы гражданские активные люди не оказались за решеткой, нужно широко освещать подобные процессы. Мы занимаем то, что активную гражданскую позицию, как бы периодически на нас подают в суд. Примирение сторон, как бы вот они, чиновник Сакимата, начальник Гаранова, подала на меня в суд. И то, что мы начали это освещать, они как бы примирение сторон делали, и на этом дело как бы закрылось. Закручивание гаек в отношении неугодных – признак агонии власти, уверен оппозиционный политик Олихан Кайсаров. Говорит, чем сильнее давление, тем больше людей будет открыто выражать недовольство. Если власть закручивает гайки, если принимаются более ужесточающие наказания законы, если принимаются более жесткие и жестокие меры со стороны государства, то это говорит о том, что значит ранее действовавших мер насилия над народом уже недостаточно. Потому-то оно и прибегает к усилению своей власти, к усилению мер насилия, что люди все больше и больше управляют свое недовольство. Поэтому, если посмотреть с этой точки зрения, то мы должны понимать, что недовольство общественных масс растет, и оно растет пропорционально тому, насколько власть закручивает гайки. Итоги мониторинга коалиция направит в суды, госорганы и правоохранительные структуры. Примут ли рекомендации во внимание, никто не гарантирует. Но правозащитники обещают и дальше отслеживать ситуацию.